Граждане встревожены участившимися несчастными случаями на местных водоемах. По официальным данным, только за полгода утонуло 39 человек, в том числе 8 детей. Спасатели сегодня еще раз рассказали о причинах трагедии на воде и вновь призвали отдыхающих внимательно следить за детьми на пляжах, не отпускать малышей купаться без сопровождения взрослых и ни в коем случае не заходить в воду после распития спиртного, либо же при плохом самочувствии. Наша съемочная группа побывала на одном из излюбленных мест для отдыха многих молдаван. Вадулы воды. Некоторые домики уже арендованы на неделю вперед. Впрочем, граждане нам заявили, что строго соблюдают правила безопасности во время отдыха у Днестра. Утром на пляже Вадулы воды уже было много отдыхающих. Дети и взрослые все собрались здесь позагорать. Некоторые приехали на один день, другие уже арендовали домики и проведут здесь отпуск. Эта женщина часто приезжает сюда из Кишинева. Плавать не умеет, поэтому и не заходит далеко в воду. Наша собеседница призналась, что серьезно обеспокоена участившимися несчастными случаями на воде. Сердце так болит за детей и взрослых. Ну как же так? Не нужно далеко заплывать, если не умеешь плавать. Зачем лезть так далеко? А этот мужчина говорит, что в воде у лиц с хроническими заболеваниями сердца может случиться приступ, поэтому нельзя относиться беспечно к своему самочувствию. Не знаю, по поводу детей родители должны больше за этим следить. Ну как? Вообще в основном, если человек умеет плавать, он как раз скажет, что не утомит. Просто это, как правило, или пьяные, или больные люди, или с эпилепсией, или инфарктом, инсультами бывают. Вот такое вот. У меня была ситуация, когда спасатели вытащили меня на берег. А когда это случилось? Десять лет назад. А вы испугались? Очень, я так запаниковала. И как вы с тех пор оберегаете себя? Не заплываю за буйки. Следим за детьми. Спасатели и правоохранители сегодня созвали пресс-конференцию для журналистов, а затем рассказали и отдыхающим о мерах предосторожности, которые могут оказаться спасительными в экстренной ситуации. Чаще виной всему невнимательность на воде, невнимательность во время рыбалки и купания в состоянии алкогольного опьянения. Внимание! Трагедии на воде происходят в тишине. Людям, которые тонут, не хватает сил, чтобы поднять голову над водой и позвать на помощь. Спасатели наглядно показали, как быстро реагировать в экстренных ситуациях на водоемах. По данным генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, только за полгода на водоемах по всей стране погибли 39 человек, в том числе 8 детей. Один из последних трагичных случаев произошел в Турции на этой неделе. Там на отдыхе утонула 17-летняя уроженка Молдовы. А в Кишиневе несколько дней назад на столичном озере погиб 51-летний мужчина. Всего в нашей стране почти 3600 водоемов и менее двух десятков спасательных станций.